В зале медицинского колледжа выпускники этого года желанием идти дальше трудиться, по специальности или нет, пока определились не все. Начальник управления здравоохранения отмечает, работы хватит всем. В больницах и поликлиниках не хватает 680 медсестер. И желающих остаться работать в родном городе становится больше. Торон и Лазян в скорой помощи уже три года. Работу совмещает с учебой и бросать не собирается. Уже специалистов побольше стало. И больницы новые построили, и машины нам на скорой тоже дали, и зарплату начинают чуть-чуть поднимать. Ну, люди остаются, потому что условия труда уже нормальные становятся. Работать в скорой помощи, рассказывает Торон, становится все более приятным. Еще бы, парк учреждения за последнее время пополнили 90 самых современных реанимобилей. Да и вообще все больницы и поликлиники не просто отремонтировали, переоснастили. Часть учреждений построили с нуля. Теперь в городе есть лаборатории, операционные и все самое современное оборудование. МРТ, ангиограф, компьютерный томограф. В город потянулись высококлассные специалисты. Теперь дело за медсестрами. Еще один довод – зарплаты среднего персонала в больницах растут, да и жильем обещают обеспечить. Еще один большой плюс – возможности после окончания колледжа и уже работая продолжать обучение, повышать свою квалификацию. Есть соответствующие и региональные, и федеральные программы. Самые современные, самые последние технологии. Все это сейчас возможно в нашем городе. Овладеть этими специальностями. И не просто овладеть, а овладеть в такой степени совершенства, когда можно стать специалистом на абсолютный расхват, так скажем. Просто топовым специалистом. В завершении встречи ее участники договорились, что снова соберутся вместе очень скоро, но только уже на экскурсии. Ее организуют в 4-ю и 8-ю горбольницы. Сегодня самые современные на курорте. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.